Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова после выходных. Мое традиционное предположение, что эти выходные прошли неплохо для нас всех и, разумеется, сохранив неплохое, необходимое, правильное расположение духа, мы сегодня с вами заступаем на очередную смену. Это пятидневный, скажем, забег, который предполагает внимательное отслеживание всего фундамента, необходимого для того, чтобы быть в курсе долгосрочных тенденций. Мы торгуем преимущественно, друзья, на долгосрок, поэтому я стараюсь по возможности, конечно же, когда есть хорошие уровни, сделать на них акцент, там, может быть, даже увеличить торговые позиции в ту сторону, в которой мы уже находимся. Если нет, то таких рекомендаций не дают. Но за последние месяцы нам практически, ну, за редкими исключениями, удается констатировать сохранение тех тенденций, которые и необходимы. Это преимущественно снижение курса британской валюты, это снижение курса евро, это слабость, которая пока что потенциальная для доллара. Я думаю, что эту идею мы еще неплохо отработаем, друзья, потому что статистика копится, плохая. И на этой неделе, кстати, у нас протокол заседания американского регулятора, возможно, одно из самых важных событий текущей недели. Кто знает, может быть, участники рынка, которые ранее не делали акцент, либо с меньшим энтузиазмом относились к медвежьей позиции Джерома Паула, руководителя американского регулятора сейчас, с большим интересом прислушаются к его комментариям и, наконец-таки, осознают, почему же политика ФРС будет мягкой. Но, наверное, это немного неправильное заявление. Все-таки мы с вами говорим лишь о снижении агрессивности темпов увеличения процентных ставок. То есть, в принципе, политика остается жесткой. Но я позволил себе сделать предположение, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю, раз уж мы с вами отказались уже от ожидания относительно высоких темпов нормализации денежной политики и вообще допускаем то, что при неизменности текущего новостного фона и сохранении такой же напряженной обстановки в мире, как, в принципе, и сейчас ФРС и вовсе может не повысить ставки в этом году. Поэтому я считаю, что такой контраст, с учетом того, что мы разбирали по Федрезерву в 2018 году, сейчас позволяет нам говорить о мягкой позиции американского регулятора. Мы также следим за канадцем, за австралийцем, за новозеландцем. Периодически даю торговые рекомендации по фондовому рынку. Ну и, безусловно, делаем большой акцент на нефтянку, на которой нам удалось заработать, как в прошлом году. Мы прекрасно начали 2019 год, собственно, поставив на неизбежное тестирование сопротивление 65 долларов за баррель. И сейчас мы с вами вместе, друзья, дружно констатируем, что этот уровень пал. Котировки улетели выше, хай 60 практически 7 долларов за баррель, там несколько центов практически не хватило. 66.33 это сейчас котировки. И я надеюсь, что вы согласитесь со мной, что текущий новостной фон, он остается поддерживающим для котировок. Но это не значит, друзья, то, что сейчас нужно снова залазить в рынок, открывать длинные позиции и рассчитывать уже на движение выше 70 долларов и так далее. Я сейчас советую не торопиться. Нужно все-таки рынок уважать, друзья. Он нам дал возможность заработать. Давайте пока что сохраним локально в ожидательную позицию. Ну, подождем какой-нибудь новый триггер, который реально позволит нам определиться, на что сейчас лучше делать акцент, на каткосрочный рост в расчете на улучшение рыночных настроений, либо нам потихонечку можно уже возвращаться к продажам с учетом того, что глобальные проблемы, которые связаны с опасениями за будущий темп экономического роста и наличие избыточного предложения, они с рынка никуда не делись. И фоном они всегда присутствовали, даже тогда, когда мы ставили на нарост котировок нефти. Сейчас еще раз повторюсь, друзья, если хочется, прям, ну, руки чешутся, открыть торговую позицию по нефти, это должны быть минимальные объемы. Я думаю, что не больше двадцати процентов от того рабочего объема, с которым мы работали раньше, и это сделки, которые связаны как раз с ожиданиями того, что бренд уйдет в район 70 долларов за баррель. Если вы не привыкли, опять же, дергаться на рынке, если вас не устраивает такой подход, небольшой объем, это значит, нет уверенности в том, что рынок пойдет в нужную сторону, тогда следите за тем, что происходит вместе со мной в порядке такого стороннего наблюдателя. Друзья, когда будут возможности, уровни хорошей точки входа, если их удастся не найти, я, разумеется, их дам. Ну, и к тому же, я всегда призываю вас делиться своей точкой зрения, для этого у вас есть поле для комментариев на нашем канале на ютюбе, оставляйте ваше мнение, то, что вы думаете по нефтянке там. Ну, резюмируем еще, что у нас интересненького по нефти. Я считаю, что рынок действительно может продолжить расти на фоне прежнего фундамента, который основан на признаках сокращения глобального предложения, на признаках прогресса в переговорах. Опять же, у нас, друзья, без деталей, как вы знаете, в конце прошлой недели состоялась встреча, которая посвящена попыткам направлена на попытки преодолеть разногласия между США и Пекином. Встреча прошла на высоком уровне. Вроде бы как, со ссылкой на отдельные информационные источники, можно сказать то, что прогресс в этих переговорах есть. Я думаю, что если был бы какой-то негатив, мы бы сегодня это явно могли бы заметить в динамике фондовых инструментов и вообще в отношении риска. Ну, пока что торги проходят довольно спокойно, друзья. Это следствие того, что действительно у нас есть возможность сейчас говорить в большей степени о прогрессе, нежели чем регрессе касательно переговоров. Вот на этом, на этой ноте я предлагаю оставить эту тему, потому что все-таки будем ориентироваться пока что еще на 1 марта. Это дата, когда истекает период торгового перемирия между США и Китаем. Хотя Трамп вот в пятницу во время своего выступления сделал заявление о том, что он рассматривает возможность переноса даты установления ввода новой тарифной сетки для Китая. Ну, не знаю, насколько, друзья. Я думаю, что даже сам Трамп пока не решился, на какой период, если и будет это вообще перенесено, фактическое решение по новым торговым барьерам. У нас пока с вами дата 1 марта. Мы ждем, как все-таки Китай и США перекочуют уже в марта, в каком формате отношений, с какими будущими договоренностями, с оптимизмом, либо с пессимизмом для нас. Помимо вот этих признаков сокращения предложения, прогресса в переговорах, не забывайте про доклад ОПЕК, не забывайте про доклад Международного энергетического агентства, про планы Саудовской Аравии, сократите нефтедобычу. Все это, конечно же, позволяет говорить о поддерживающем фоне для нефтяного рынка. Если бы, к примеру, друзья, мы бы с вами закрыли пятницу минувшей недели осознанием того, что Китай и США по-прежнему очень далеки от какого-то конструктивного общего знаменателя, консенсуса, то тогда сегодня я бы без каких-либо раздумий рекомендовал бы вам занимать короткие позиции по нефтянке. Но еще раз повторюсь, пока у нас нету возможности говорить, что в отношении все плохо. Доллар и иен, друзья, 110.48 по статистике рыночной продажи, как вы помните, худшее за много и много лет в Штатах. Это еще раз указало на риски для будущих значений инфляции. Еще раз, скажем, авансом оправдало более-менее мягкую позицию Федрезерва и риторику Джерома Паула, который отметил риски глобального характера. Нисходящие для экономики и в связи с этим приняли решение пока не торопиться с дальнейшим ростом процентных ставок. Плохая статистика по промпроизводству вышла. Минус 0,6% в месячном выражении. Друзья, на это сразу же отреагировали доходности американских облигаций. Они снизились чуть-чуть, также притопили курс доллара. То есть мы отошли с вами от максимумов прошлой недели. Сейчас уже снова приближаемся к психологической планке 110. Есть очень высокая вероятность, что этот уровень снова упадет на этой неделе. Мы окажемся ниже. Почему? Потому что в среду мы с вами ждем протоколы, друзья, Федрезерва. Протоколы, которые подтвердят мягкую позицию американского регулятора. Возможно, доллар нуждается вот в этом топливе, точнее продавцы американской валюты. Я надеюсь, что вы все-таки уже находитесь в верном направлении рынка. Ранее не отказывались от коротких позиций, видя все риски, которые я неоднократно перечислял. И сохраняя вот эти долгосрочные сделки, ждете американца пониже. Евро против доллара тоже, друзья, у нас в нисходящем тренде. Они 13-15, чуть выросли. Но ничего, я говорил, что это нормальная динамика, когда время от времени инициативы переходят то от покупателей, то к продавцам. Причин продавать евро все больше, в частности, член управляющего совета Кире на прошлой неделе, обозначил очень важный момент, который лично я не упускал. Я говорил о том, что это неизбежно. О том, что Европейский Центральный Банк очень скоро анонсирует очередной этап многосрочного финансирования и финансирования по-другому. Операция ТЛТРО. Я думаю, что этот раунд экономического стимулирования, этот инструмент необходимо задействовать, потому что с учетом текущей ситуации в экономике, конечно же, она нуждается в поддержке. Европейский Центральный Банк начинает уже сигнализировать через представителей, о которых мы обычно не говорили, не считая их мнение авторитетным и достаточным, чтобы как-либо влиять на настроение. Ну, согласитесь, если в сводках фигурирует все-таки источник из ЕЦБ, я думаю, что к нему стоит прислушаться и увидеть изначально сигнал, который создает условия для дальнейших трейдов по евро-доллару и определения долгосрочных перспектив. Так вот, Европейский Центральный Банк начинает сигнализировать о том, что ставки могут быть повышены уже в 2020 году. Я говорил еще в середине, по-моему, 2018 года о том, что не раньше 2020 года у нас ждут такие преобразования. На этой неделе у нас статистика ЗЮ, в среду бизнес-оптимизм, мы обязательно посмотрим за ним в пятницу. Данные по инфляции евро-зоне, я уверен, что цифры нас снова разочаруют, особенно на фоне последних данных по розничным продажам. Соответственно, еще один блок слабых отчетов, риторика мягкая, по-прежнему очень мягкая со стороны Европейского Центрального Банка. Все риски, которые я раньше перечислял, связанные с оценкой глобального экономического роста, с напряженностью в вопросах внешней торговли, с уже констатированным фактом рецессии в Италии, того, что Германия окажется очень скоро рядом с этим, точнее, очень скоро окажется в таком состоянии. Ну, я думаю, что для вас это не новость, друзья, поэтому по евро понятно только лишь одно направление и один вектор, это снижение. Фунт против доллара 1.29.13. Парламент проголосовал против предложения мы перенести официальный срок выхода Англии из состава Европейского Союза. Инициатива была очень хитрая, Тереза Мэй хотела пролонгировать этот срок, инициирование 50-й статьи на 3 месяца, то есть, получается, она хотела дождаться сначала проведения выборов в Европарламенте, который запланирован на конец мая, и уже потом предпринять еще одну попытку убедить палату общин проголосовать за соглашение, которое ранее было достигнуто с Европейским Союзом. Ну, этот хитрый замысел, он был связан с тем, что раз в Европарламент пройдут выборы, значит, мы потенциально можем говорить о новом кадровом составе Еврокомиссии. Поэтому гипотетически, если порассуждать, в Еврокомиссии могут оказаться представители, которые будут, возможно, более покладистыми в плане решения пересмотреть отдельные пункты того соглашения, которое уже заключено, которое является якобы окончательным с учетом текущей позиции Еврокомиссии. Но раз в ней будут новые представители, значит, возможно, будут и новые решения, новые мнения и идеи. Ну, вот последний новостной фонд, друзья, все-таки говорит о том, что даже если срок переноса, точнее, даже ввода вот этой 50-й статьи официального выхода Англии состава Европейского Союза будут, его удастся подвинуть за пределы 29 марта, то, соответственно, не так уж и сильно. Если этот срок будет пролонгирован, то в любом случае выход должен произойти до выборов в Европарламенте. Запомнить этот момент – это еще один сигнал того, что текущее соглашение меняться не будет, и у принципе Англии все меньше времени, чтобы попробовать создать те условия, которые ее устроили по выходу из состава Европейского Союза. Ну, точнее, лучше сказать, что нужно создать все условия, которые устроили бы не правительство, а парламент, потому что правительство во главе с Терезом Мэй уже давно были бы готовы выйти из Европейского Союза на условиях тех договоренностей, которые были согласованы ранее. Вывод, друзья, который мы делаем – неопределенность остается крайне масштабной. Я не вижу здесь никакой конкретики, не вижу никакого оптимизма, надежды. Поэтому, в принципе, если и торговать сейчас гританской валютой, то, наверное, только с точки зрения продаж. Но мы уже с вами сделали очень хороший профит по фунту против доллара. Мы достигли с вами цели, которую хотели. Давайте теперь искать уровни для продаж. Я поделюсь с вами чуть позже этими значениями. Собственно, следите за брифингами обязательно. Но пока что советую не лезть в фунт и ожидать, если вам они необходимы, нужны сигналы дополнительных от меня. Австралийцы против доллара 0,7150. Друзья, на этой неделе у нас протоколы Резервного банка Австралии и рынок труда в среду и четверг. Думаю, что по протоколам, судя по тому, что Филипп Лоу готов даже снижать процентную ставку, нас ожидает поддержка как продавцов. Рынок труда, посмотрите по ожиданиям, тоже ничего хорошего там не будет. Поэтому я предлагаю сделку по австралийству против доллара. Целый лимит с уровня 0,7180. Цели прежние, друзья, это ожидание пары в районе 0,70. Доллар канадец 1,3231. Сейчас нефтянка вроде бы как растет, доллар снижается. Это создает хорошие условия для того, чтобы канадец укрепился. Но вы сами наверняка уже не раз могли заметить, очень трудно определить, что же для канадца является действительно фоном, который он готов отыгрывать. Мы не раз уже убеждались в том, что канадец не торопится укрепляться даже на фоне роста цен на нефть. Я считаю, что если бы вот эта корреляция выдерживалась, то с учетом таких цен на нефтяном рынке, как сейчас, пара доллар-канадец уже давно должна была быть ниже отметки 1,30. Но этого не произошло. Собственно, на рынке данной валютной пары продолжается, сохраняется самая настоящая пила. У нас практически каждый день это изменение тенденции. 100 пунктов вверх, 100 пунктов вниз. Друзья, я рад, что я в этом не участвую. Если вы на этом зарабатываете, вы большие молодцы. Пока что у меня нет четкого понимания, как действовать с канадцем дальше. И в связи с этим, собственно, ими торговать по-прежнему не буду. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. До завтра.